Здравствуйте, в эфире программа «7 минут» и в гостях у меня сегодня Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Сегодня поговорим о детском травматизме. Вот первый такой вопрос, то, что у нас лето, да, это как-то влияет на количество несчастных случаев с детьми на дорогах? Да, летом вообще детский травматизм носит ярко выраженный сезонный характер, и летом число таких ДТП увеличивается примерно в полтора раза. Объясняется это тем, что световой день становится больше, у детей каникулы, и они больше времени предоставлены сами себе, как в городе Рязани, так и в сельской местности. Поэтому частенько их родители работают, оставляют их без присмотра, они могут уже гулять подольше, вот, и поэтому, соответственно, попадают в ДТП почаще. Есть какая-то статистика? Да, за 7 месяцев текущего года на территории области уже зарегистрировано 194 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. 10 из них погибли, и 207 получили травмы. Сразу хочу сказать, примерно 75% в этих ДТП виноваты взрослые. Мы, наверное, давайте с вами сегодня остановимся на разных категориях, которые попадают в ДТП. Дети-пассажиры, пешеходы, велосипедисты и водители. Если мы возьмем с вами детей-пассажиров, то здесь, конечно, взрослые должны себе уяснить, что перевозка пассажиров в соответствии с правилами дорожного движения должна проводиться именно с помощью до 12 лет детских удерживающих устройств. Кресел, автолюлик и иных приспособлений. То есть многие до сих пор этого не понимают? Многие не понимают, вот за 7 месяцев этого года мы уже оштрафовали практически 2400 водителей на территории области, которые перевозили ребенка в нарушение правил дорожного движения. Не присегнут, либо без автокресла. Штраф, сразу скажу, достаточно серьезный, 3000 рублей. Это примерно стоимость автокресла, поэтому здесь сразу хочется посоветовать купить автокресло. И даже дело не в равенстве штрафа и стоимости автокресла, а безопасность ребенка. Ребенок имеет хвости более слабые, мышцы, хрящи и все. И при ДТП или даже при резком торможении автомобиля он может получить травмы более серьезные. Ну и конечно ни в коем случае нельзя перевозить маленьких детей и грудничков на руках. Многие мамы, бабушки, бывает их перевозят на руках. Но опять же при ДТП, либо резком торможении, собственным весом такой родитель, либо бабушка может нанести только дополнительные травмы. Придавить ребенка к спинке сидения, к двери, к панели. Поэтому ни в коем случае. Только кресла, люльки, либо другие разрешенные детские удерживающие устройства. Кстати, в Европе у нас разрешены только автокресла. Иные детские удерживающие устройства запрещены. Почему? Там провели исследование и они поняли, что в результате этих исследований, поняли, что именно автокресло способно наиболее полно защитить ребенка. В настоящее время на территории Московской области проводится исследование разных детских удерживающих устройств, как они помогают защитить ребенка. Кто наиболее полно. И я предполагаю, что на территории Российской Федерации, возможно, мы пойдем тем же путем и оставим только автокресло. А вот, кстати, про автокресло. Как вот у нас ситуация, например, с таксистами. Если ребенка нужно в такси перевезти куда-то. То есть, что делать? Они тоже обязаны иметь автокресло? При вызове такси, если у вас есть ребенок, в обязательном порядке, диспетчеру сообщайте об этом и просите именно такси, чтобы приехало, чтобы у него было автокресло. Либо, если ребенок маленький, то автолюлька. Если у вас несколько детей, некоторые родители могут усказать, а у меня два ребенка, у меня три. А если я с женой, мы все в машину в одну не помещаемся. Я считаю, этот разговор неуместен вообще. Речь идет о безопасности ребенка. Ваш ребенок, не чей-то чужой, ваш. На чем вы экономите? 200 рублей лишнюю машину вызвать? Непонятно. Категория пешеходов. Пешеходы. Здесь, к сожалению, правила дорожного движения дети хоть и частично знают, но в силу своих возрастных и психофизиологических особенностей они не всегда их могут выполнять. Плюс с ними в основном работают, как я уже говорил, раньше в школах только сотрудники ГИБДД. А детям, собственно, играть, быть импульсивными. Поэтому они могут, особенно летом, когда зелень распустилась, водитель едет, и если вдоль дороги деревья, кусты, то он просто не видит маленького человечка за ними. Поэтому, если он неожиданно окажется на дороге, то среагировать достаточно тяжело, машину остановить не так быстро, и он попадет под колеса. Поэтому при проезде школ, детских садов, знаки везде висят, что осторожны дети, пешеходных переходов, обязательно надо быть внимательным, обязательно держать в уме мысль, что здесь могут появиться на дороге дети и быть очень аккуратными. Плюс вот сейчас, к первому сентября, когда вернутся многие дети из сельской местности, они отвыкли от интенсивности движения города. Поэтому перед первым сентября и ближайшие дни, начало сентября, когда дети пойдут в школу, особенно маленькие, необходимо еще раз родителям напомнить детям, где можно переходить дорогу. Не полениться, выбрать день, может это будет выходной, либо до первого сентября успеть пройти путь от школы до дома и обратно, рассказав, что вот это пешеходный переход, нерегулируемый, здесь можно переходить, это регулируемый, светофорный, наиболее безопасен. Остановки общественного транспорта, проложить ему маршрут, достаточно безопасный, и рассказать, где надо переходить дорогу. И уже, когда ребенок пойдет в школу и обратно будет возвращаться, у него безопасный маршрут уже будет в голове. И он уже, есть шанс, что меньше попадет в ДТП. Ну и вот такая, наверное, опасная категорика, мне кажется, нациклисты и велосипедисты. Каждое лето, да? Каждое лето, да. Жуть нашего города, и не только нашего. Города, области, да и всей страны сейчас. Сразу хочу отметить, что до 16 лет нельзя управлять скутером, пока на который мы не выдаем водительское удостоверение категории МД. И мотоциклом. На мотоцикл нужна категория А. А мопеды? Тоже пока без водительского удостоверения. До 16 лет, конечно же, нельзя. На скутерах запрещено перевозить пассажиров, что нарушается практически всеми пассажиры, без мотошлемов. Соответственно, при ДТП достаточно тяжелые травмы получают, и в том числе и головы. Практически каждый год мы регистрируем некоторое увеличение количества ДТП именно с участием мототранспорта, за рулем которого были подростки и даже дети. У нас многие могут себе позволить купить скутер, особенно не новый. Есть такие случаи, когда ребенок отучился в Рязани, закончил 9 класс, приезжают к бабушке с дедушкой в деревню. Они любят внука, это понятно. И хотят, как-то им свою любовь показать, покупают за 10 тысяч рублей какой-нибудь бэушный скутер китайский. И ребенок, который не знает правила дорожного движения, не имеет навыков вождения, садится за это транспортное средство. А скутеры сейчас, многие отцы не видят в этом проблемы, в этой покупке. Они вспоминают себя в молодости, когда сами ездили на мотоциклах, мопедах, но тогда было в десятки раз меньше машин. И скорость этих мотоциклов и скутеров была меньше. Стартовая скорость была меньше. И сейчас, покупая ребенку такой транспортный средств, который может разогнаться до 80-100 км в час, ребенок, не имея навыков вождения, правил дорожного движения, не знаю, он просто... Даже жизненного опыта у него нет. И он частенько в разных ситуациях теряется и совершает ДТП. Вот в этом году уже 36 ДТП за 7 месяцев произошло с участием скутеристов. И все дети? Да, именно вот я отметил, это 36, это именно с участием подростков и детей. Это достаточно много. Год от года цифра растет. И приведу в пример. В Пронском районе 22 мая 15-летний за рулем мотоцикла совершил столкновение с автомобилем. У него был пассажир тоже 15-летний. Пассажир погиб, водитель получил серьезнейшие травмы. Ему нет 16, он не имел права управлять. Общаясь с родителями, выяснили, что такая позиция мамы, она ему разрешает. И не раз сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних привлекали ее к административной ответственности. Но она вот заняла такую позицию, и все. Я разрешаю, я уверен. Он у меня может с закрытыми глазами разобрать этот мотоцикл. Вот трагедия. Недавно в Сараевском районе 14-летний за рулем мотоцикла врезался в УАЗик. Погиб. Тоже при общении с родителями выяснилось, что семья неполная, отца нет, мать разрешает. Все, ребенка нет. Еще один выпивающий случай произошел у нас в Клепиках. Приехали несколько семей из Московской области отдыхать. Познакомились с местными мужчинами. Организовали отдых на природе с распитием алкогольных напитков. У молодых людей был и скутер, и квадроцикл. У приезжих из Москвы, это были две матери, у них были дочки 6-9 лет. И когда немного выпили они, всем весело, и молодые люди предложили покатать детей на квадроцикле. Матерь разрешили. Вместе выпивали. И все. Не справился водитель с управлением. Посадил двух дочек. Съехал в кювет. Врезался в дерево. Шестилетняя девочка погибла. Родители разрешают. В главе не укладывается. И перед первым сентября госавтоинспекция сейчас проводит достаточно большую работу по приведению уличной дорожной сети вблизи образовательных организаций. Школ в порядок. Это знаки, чтобы были. Пешеходный переход в порядке. Разметка. Ближе к началу первого сентября, когда начнется массовая перевозка детей из сельской местности в город, плюс по магазинам в городе Рязани. Здесь мы, конечно, планируем рейдовые мероприятия, достаточно серьезные, ежедневные. Именно жестко контролировать правила перевозки детей. В начале сентября такие рейдовые мероприятия у нас будут проходить с массовой остановкой водителей. Мы будем выбирать несколько школ каждый день. По 2-3 экипажа выставлять у школ. Именно в то время, когда заканчивает учиться начальная школа. Родители за ним приезжают. Всех без исключения будем останавливать. И смотреть, как переводится ребенок. Ну и, конечно, как уже говорил, обязательно ребенку расскажите, как правильно переходить дорогу. Еще раз напомните, помните, он подражает взрослым, поэтому сами при нем всегда переходите дорогу по правилам. Ну что ж, Владимир, спасибо огромное. Берегите себя, берегите своих детей. И напоминаю, что это программа 7 минут, а в гостях у меня сегодня был Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова